Привет, друзья! Сегодня будем готовить домашнюю куриную ветчину. Давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Я взял филе куриных бедрышек. Сейчас мы их пропустим через мясорубку с мелкой решеткой. И потом обработаем блендером, чтобы получился такой вот мягкий фарш. Филе бедрышка мы измельчим на мясорубке с мелкой решеткой. А филе куриные грудки мы нарежем кусочками полтора на полтора или два на два сантиметра. Готовить ветчину можно либо в колбасной оболочке, либо в ветчиннице. Я буду делать при помощи ветчинницы белобока. Здесь у меня 900 грамм фарша. Добавляем сюда 100 грамм холодной воды. Добавляем все необходимые специи и соль. И обрабатываем это блендером. Получился вот такой вот фарш у нас. И сейчас добавляем сюда нарезанное филе грудки куриные. И все это хорошо вымешиваем. Приправу использую мою любимую средиземноморскую. Очень хорошая приправа. Рекомендую ее. Я ее всыплю теперь всюду. И в колбасные изделия, и в маринад. Мне она очень нравится. И теперь фарш отправляется в холодильник на пару часов на созревание. Накрываем емкость пленочкой пищевой, чтобы он не заветривался. И в холодильник. Ну а дальше все просто. Загружаем фарш в ветчинницу. И подпрессовываем вот так вот, чтобы он плотненько ложился. Все. Собираем ветчинницу. Вкрываем рукавом для запекания. И ставим верхнюю крышечку. Ну а теперь одеваем пружины. Собранную ветчинницу отправляем в горячую воду. И варим при температуре 85-87 градусов. До достижения температуры внутри продукта 72 градуса. Ну 70-72 градуса. Ну по времени это примерно полтора часа. Температуру воды и температуру, степень готовности продукта очень легко контролировать при помощи электронного термометра со щупом. Ну что ж, проверим степень готовности нашей ветчины. Как видим, ветчина полностью готова. И теперь, если мы хотим, чтобы она была поплотней, то мы вот так вот еще слегка подпрессовываем ветчинницу. И переворачиваем, чтобы слить излишний жир. Готовую ветчину вчера я отправил в холодильник. И сегодня уже, придя с работы, сейчас я разрежу, попробую и покажу вам, что у нас получилось. Разбираем ветчинницу. И достаем ветчину. Ну что ж, друзья, смотрите, какая замечательная ветчиночка у нас получилась. Это куриная домашняя ветчина, изготовленная из бедрышек, изготовленная из филе куриного. Желающие могут разместить ее в домашней коптилочке, подкоптить. Это будет вообще тогда супер. Но мне, честно говоря, сегодня заниматься этим некогда. Я пришел с работы, мне хочется поесть. И вот эта ветчиночка будет очень замечательным дополнением к ужину. Пока-пока, друзья. До новых встреч. Живите вкусно. Ешьте домашнюю ветчину. Куриную, свиную, говяжью. Да какую хотите. И пусть у вас все будет хорошо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok